Продолжение следует... Я считаю, что очень многие с удовольствием читают, не только слушают то, что вы говорите. И вот хотелось бы, конечно же, начать с украинских вот этих игр с петардами. Ракеты С-300 почему-то им захотелось испытывать едва ли не на территории Крыма, а мы помним, как они умеют это делать еще с 2001 года, когда самолет авиакомпании «Сибирь» они нечаянно сбили и до сих пор не признаются. Вот ради чего устроили эти игры? Ну, это такая провокация в такой переломный период. Как мы видим, в США идет смена администрации. Российские и сирийские войска там сжимают кольцо вокруг Алепа. В связи с этим администрация Обама и Запад в целом находятся в истерике. Об Украине все забыли. Денег им не дают. Трамп вообще непонятно, какую позицию занимает по Украине. Он даже говорил о том, что Крым, возможно, и террасийским является. То есть такие вбросы с его стороны симптоматичные. И Ценюк обосновался в США, где он там купил виллы во Флориде, насколько я понимаю. То есть подготавливает почву, чтобы там и остаться. Симптомы все идут в пользу того, что Запад Украину будет сдавать. Им надо как-то привлечь внимание, обострить ситуацию, возможно, создать повод для вмешательства Запада на Украине. И вот такие испытания, возможно, и рассчитывались на то, что, ну как, а если они через наше воздушное пространство будут пускать свои ракеты, это что значит? Мы, значит, должны утереться и это проглотить. А завтра они над Севастополем начнут пускать, если мы утремся. Но я так понимаю, что все-таки нота Российского Министерства Обороны, которая была передана украинской стороне, содержала там вполне серьезные предупреждения. Вот сейчас какой-то там проект этой ноты входит в интернете. Там написано вплоть до того, что мы будем наносить удары по этим пусковым установкам. Вот. Является ли та нота, которая опубликована в интернете, реальной нотой, я не знаю. Но тот факт, что вот украинцы все-таки перенесли запуски ракет в другое место, это очень показательно. Потому что я сразу же выступал за то, что нам не надо скрывать наших намерений. Вот в таких случаях надо обязательно четко демонстрировать намерение, какой будет ответ, что противник понесет очень серьезные последствия, и в том числе личные последствия. Потому что удары нашими крылатыми ракетами могли быть не только по пусковым установкам, которые нарушили воздушное пространство Крыма, но и по штабу, генеральному штабу Украины в Киеве, и по Министерству обороны их, чтобы им больше в голову даже не приходили такие сумасбродные идеи. И, видимо, вот это вот наше предупреждение, отсутствие какой-либо поддержки со стороны Запада, со стороны США, со стороны Евросоюза, в поддержку вот этих испытаний, они все-таки отрезвили немножко, так сказать, украинские власти, и они все-таки перенесли направление пусков. А то до этого Турчинов заявлял, что да нет, это вроде Крым, это воздушное пространство Украины, где хотим, там и пускаем. Вот, ну, видимо, оказавшись в гордом одиночестве, не встретив международной поддержки и встретив очень жесткую реакцию, вот в виде этой ноты, значит, нашего Министерства обороны, они дали задний ход. Ну, не могу не вернуться на несколько дней назад, примечательное все-таки событие, западноевропейские вот эти вот евродепутаты ни с того ни с сего решили ударить по главному, по краеугольному камню вообще своей демократии, по свободе слова. Это когда приравняли российские средства массовой информации к оружию массового поражения, которому запрещено распространение на территории Евросоюза, и зачем-то еще и русскую православную церковь приравняли к этому же самому оружию массового поражения. Вот эта истерика о чем говорит? Ну, эта истерика очень симптоматична, она говорит о том, что Запад проигрывает вот эту мировоззренческую войну, которую он сам же и начал с России, войну идей, то есть Запад, перешедший на позиции ценностного релятивизма, как я это называю, то есть никаких ценностей нет, у каждого могут быть свои ценности, каждый может делать, что хочет, главное, свобода, то есть абсолютная ценность – это свобода, а, так сказать, все остальное – это уже условные ценности, относительные, вот, перейдя на эту позицию, Запад фактически скатывается на пути моральной деградации, превращается все больше и больше в скотское общество, понимаете, то есть человек, лишенный ценности, или общество, лишенное ценности, оно перестает быть человеческим обществом, оно становится скотским обществом. И поэтому вот наша позиция четкая и жесткая против этого скатывания Запада в скотское общество по существу вызвала вот такую истерическую реакцию, а во главе вот этого процесса противостояния западному вот этому ценностному релятивизму стоит Русская Православная Церковь. Русская Православная Церковь еще лет 10 назад на русских народных соборах выдвинула вот эту идею, значит, диалектики прав и обязанностей, да, свободы и ответственности. Вот это все обсуждалось подробно на русских народных соборах, принимались резолюции, в общем, которые являются отражением вот русского философского консерватизма еще XIX века, как должно быть устроено гармоничное общество. И как мы видим, вот эта вот позиция, которая сейчас уже, видимо, принята и у нас на официальном уровне, хотя как-то вот не заявлена об этом публично, хотя президент иногда делает реверанса в эту сторону, но с учетом того, что у нас вот в Конституции либералы начала 90-х закрепили вот этот вредительский принцип де-идеологизации, хотя об этом вообще можно было не писать, есть идеологизация, нет идеологизации в Конституции, просто не надо было об этом писать. Каждое общество имеет определенную систему ценностей, нет общества без идеологии. Общество без идеологии – это есть вот это скотское общество, к чему стремится, и идет сейчас Запад, понимаете? Вот, и поскольку вот у нас эта идеология русского консерватизма, она все-таки вот начинается более или менее уже внедряться и в сознание политического руководства, и в сознание политической элиты, и это начинает выплескиваться уже за рубеж, и это находит отражение в средствах массовой информации наших, в том числе вот наши средства, которые вещают на за рубеж, и в выступлениях наших отдельных политиков, журналистов, ученых, то вот Запад начинает чувствовать, что они проигрывают, вот эта либеральная, точнее, группировка элитная на Западе, которая сейчас захватила власть и не хочет эту власть отдавать, потому что они завели Западное общество в тупик, и экономический тупик, и идеологический тупик, и тупик с точки зрения организации, общественной жизни, потому что мы видим разрушение, вот эти толпы мигрантов, мультикультурализм, это все разрушает основы Западного общества, они завели в тупик, они видят, что они проигрывают, потому что появляются силы внутри уже Запада, там вот, допустим, та же Мария Липен, например, вот, которые бросают открытый вызов вот этой либеральной группировки, захватившей власть, и они уже начинают действовать по модели, вот как советское руководство, там, 60-х, 70-х годов действовало, когда уже стало очевидно, что советская система, она проигрывает в конкуренции с Западом, в экономической, да, стало это очевидно, и они начали вот такую пропаганду проводить, закрывать выезд людям, закрывать, так сказать, возможность общения, цензуру вводить, то есть вот сейчас все наоборот получается, как вот тогда было, я бы сказал, что идет брежневизация Запада, брежневизация Запада. Михаил Владимирович, вот интересно, вчера вечером прослушал фрагмент выступления спецпредставителя России в ООН Чуркина, который вот говорит, ребят, а почему вы истерите, почему вы плачете о судьбах несчастных людей в том же Алеппо, хотя ООН за все время, вот сколько мы пытаемся помогать, спасать этих людей, ни одного гуманитарного конвоя так и не отправил, ничем не помог, вот мы помогаем, мы людям делаем, и я от себя уже добавлю, что вот рядом два города, недалеко друг от друга находящиеся, которые подвергаются, скажем так, освобождению от террористов, это в Ираке и в Сирии, но все взоры туда в Алеппо, но Масул вообще как будто там ничего не происходит, никто не видит, хотя там и ковровые бомбардировки были, и мирные жители погибают даже в большем количестве, и американские военные там гибнут. Вот опять-таки, почему в Ираке никто ничего не видит, а все под пристальным вот этим взором, таким увеличительным стеклом смотрят именно на Алеппо? Я вам больше скажу, когда в Донбассе велись боевые действия, и они время от времени вспыхивают вновь, ведутся обстрелы, причем такие неизбирательные обстрелы мирного населения в Донбассе, уже сколько погибло, 7 тысяч человек, по-моему, погибло за это время на Донбассе, и что, была какая-то реакция Запада, что они осуждали эти обстрелы, что они предлагали там, значит, какой-то перемирие ввести, ввести туда, значит, гуманитарную помощь, хоть раз западная организация там предложила оказать гуманитарную помощь жителям Донбасса, не было такого, вот, и тоже вы правильно говорите про ситуацию в Масуле и в Алеппо, ну, это говорит о чем? О том, что вот эти идеи, гуманитарные идеи, оказание гуманитарной помощи, значит, идея защиты мирного населения, это просто такой дипломатический трюк, направленный на то, чтобы остановить наступление, значит, сирийских и российских войск, не допустить разгрома террористических формирований, вот, то есть это такой утилитарный инструмент сейчас. И вот это, кстати, один из тех подходов, который, в общем-то, и Запад всегда так себя вел двулично и использовал двойные стандартные, это за всю историю у них всегда так было. Но сейчас это на более наглядно и очевидно уже всем, потому что, ну, правильно, в Масуле и в Алеппо, ну, рядом действительно идут одинаковые события и такой разный подход. Вот, то есть, фактически, Запад крышует международные террористические организации, а ООН и представители Запада в ООН, или купленные там Саудовской Арабии, люди типа Демистура, видимо, он уже у них на зарплате сидит, я так думаю, вот, ну, они просто проводят вот эту политику в интересах поддержки международного терроризма. И вернемся чуть назад, я имею в виду вот еще какой аспект, это, скажем так, традиционные церкви, консервативные церкви, которые вот как раз заботятся о, ну, скажем так, проще, идеологии общества, чтобы они в скот не превратились, почему-то ничем себя не оправдывают на территории Европы. Вот, я надеялся, что после встречи Папы Римского и нашего Патриарха, которая состоялась и была, привела к чему-то, подписанию чего-то серьезного, я решил, что вот сейчас-то с нашей и Божьей помощью укрепится и вера, и человеческое достоинство в людях Евросоюза. А оно как было, так и осталось. Мало того, женщина-епископ, первая лесбиянка-епископ, на полном серьезе заявила, что необходимо спилить кресты с храмов католических у них в Европе, чтобы не расстраивать бедных мусульман. Ну, я не понимаю этих вещей. Вот как можно быть настолько иммунно-незащищенными, то есть толерантными, чтобы позволять гадить себе на голову и радостно это все по лицу размазывать? Ну, вы понимаете, в течение многих лет, я бы даже сказал, десятилетия, велась кампания против католической церкви, против ее традиционных устоев. Вот эти либеральные круги именно они вели эту кампанию. Достаточно сказать, что там и Росков был, там вот эти протестанты отделились, различные секты возникли. С точки зрения западного либерализма все они равны с католической церковью, то есть у них одинаковые права. То есть любые извращенцы могут быть на равных правах с таким устоявшимся институтом, как католическая церковь. Против церкви велась целенаправленная кампания дискредитации. Вот вы помните, может быть, постоянно всплывали какие-то разоблачения о гомосексуальных связях в церкви, о педофилии, священников, а какие-то коррупционные, значит, скандалы. Это все делалось целенаправленно, повсеместно, повседневно и в массовом масштабе. В общем, заставляли уже церковь таких иерархов продвигать, которые, в общем, более-менее приемлемы для западного эстеблишмента. И в конце концов, да, церковь там парализована, она уже не в состоянии противостоять. Там нет сильных личностей, нет фигур, готовых бороться за веру. Поэтому наши надежды на вот этот союз патриарха с Папой Римским, он, по-моему, несколько имеет такие ожидания, преувеличенные ожидания, собственно говоря, преувеличенные ожидания. Нам, собственно, надо свой православный блок сейчас защищать. Все-таки в православной церкви какие-то традиции и силы религии сохранились. Вот там Греции, в Сербии, в Македонии, вот на Ближнем Востоке. Сейчас существует вот такой взгляд, что мы все-таки вот эту традиционную западную Европу можем как-то привлечь к себе, реинтегрировать. Но я, честно говоря, не испытываю по этому поводу иллюзии. Мне кажется, что это уже все отрезанный, потерянный кусок европейской цивилизации. Единственное, что мы можем защитить, это вот православный реал, как бы. Вот. Но еще поляки тут болтаются туда-сюда. В общем, если бы они не были такими русофобами, конечно, можно было бы их тоже в лоно российской цивилизации, как я говорю. Да, российская цивилизация. Не русская цивилизация. Вот многие используют термин русская цивилизация. Я считаю, что это неправильно, потому что наша цивилизация, она включает достаточно большое количество народов, которые идут за русскими, за русской нацией, и в плане, так сказать, религиозных чувств, и, помимо этого, просто в общем цивилизационном понимании мира. Поэтому надо где-то российской цивилизацией, которая включает в себя, в общем, широкое православное сообщество, и в том числе в прилегающих странах, и на Балканах в том числе. Даже используется термин «православная цивилизация», но это еще более широкий термин. Но в любом случае мы лидеры православной цивилизации. И вот эту цивилизацию мы должны защищать в первую очередь. Михаил Владимирович, никуда не денешься от того, что Россия многоконфессиональна, и у нас есть еще и традиционные мусульманские церкви, иудейские, еще какие-то буддистские. И вот как в этом случае действительно быть, как все-таки объединять людей разного вероисповедания, чтобы они не конфликтовали, чтобы они понимали, что Бог-то у нас у всех и един, подход к молению, к каким-то постам, еще чему-то разный. Но по сути, кто верует, тот, кто живет по совести, по Богу, тот и человек, а те, кто вот, тот европеец. Да, но я использую термин «российская цивилизация», а не «православная цивилизация», хотя в науке, в политологии такой термин устоялся, что «православная цивилизация». Я использую термин «российская цивилизация», именно потому что, как вы правильно заметили, у нас все-таки и другие церкви присутствуют. И как раз суть этой нашей российской цивилизации состоит в том, что ее идром является «православная русская нация», Но она, эта цивилизация построена на принципе многообразия и включение в себя, так сказать, других народов комплементарных, которые, так сказать, готовы играть по общим правилам, вот, и включая в том числе и мусульманские народы, и там буддийские, и так далее. Вот именно уникальность нашей цивилизации в том-то и состоит, что это не однородная цивилизация, а как бы цивилизация многообразная. Вот, если взять, допустим, китайскую цивилизацию, то она более однородна, да, вот, наша цивилизация, видимо, она больше схожа вот с индийской цивилизацией, где тоже цивилизация-то общая, но есть разные религиозные конфессии, там, индуисты, там, сикхи, там, и мусульмане, и так далее. Вы знаете, я вспоминаю старые американские фильмы, вроде «Звездный путь», по-моему, где люди разных цивилизаций с разных вообще галактик в одном космическом корабле куда-то летят, с кем-то плохим борются за все хорошее. Но вот американцы, создавая вот этот вот сон цивилизаций, где-то на какую-то развилку не ту наступили и пошли в неправильную сторону. Вот они ушли в область вот этого дурацкого мультикультурализма, вместо того, чтобы единство и многообразие культивировать, поддерживать, и так, чтобы люди сосуществовали с взаимным уважением, а не так, что какие-то существа прибегают с альфа-центавра, да, и нам с вами рассказывают, что вы не имеете права нас унижать, мы хотим быть как вы. А потом говорят, а вы гомо-сапиенс, какие-то неправильные, вы альфа-центаврофобы, и вообще вы второй сорт, а мы как раз элита человечества, потому что мы вот совокупляемся и род продолжаем путем дробления, там, деления, а вы до сих пор мужчина с женщиной живете. Ну вот это, так сказать, такая полушутка, но тем не менее, американцы пошли не туда, а мы вроде бы как на правильном пути, благодаря умным и хорошим людям, в том числе и вам. Михаил Владимирович, я приношу свои извинения, мы минуту, как уже в Одессе, должны быть, поэтому будем заканчивать. Спасибо вам огромное, всего доброго, до свидания. Итак, дорогие друзья, мы с вами побывали в гостях у Михаила Владимировича Александрова, ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО, а сейчас действительно перемещаемся в город-герой, будем говорить с человеком правдой, Григорием Кваснюком. Всего доброго, скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok